Вот это у нас получается корковый мозг, он находится в лобной части, вот здесь. Этот мозг, он отвечает за действия здесь и сейчас, то, что с нами происходит в данный момент, вот когда мы проживаем, вот ходим там, едем, то есть момент онлайн дня, сегодняшнего дня. Дальше объясняю, вот это у нас есть такой рептилоидный мозг, он дан нам еще с древних времен, от древних людей. Вот этот мозг, он понимает только реакцию, бей-беги, то есть ваше поведение. Вот этот мозг, он производит и запоминает это поведение, выдает вам реакцию. Когда происходит опасность, он вам командует либо бежать, либо драться там и так далее. Следующее, вот это две мигдалины, это два полушария. Этот мозг у нас получается, в нем как бы библиотека. То есть все, что происходит с человеком, практически абсолютно все, человек запоминает. Особенно какие-то важные моменты, либо что с ним долго происходило и так далее. И вот эта вся информация, которая жизнью она фиксировалась, она сбрасывается сюда и остается вот в этой нашей библиотеке. Да, какие-то незначительные моменты и так далее, мозг их стирает, он убирает. Как он стирает, я вам сейчас объясню. Дело в том, что наша голова полностью окутана нейронными связями. Это такая сеть полностью окутанная, это как компьютер. По этим нейронным связям ходит информация. Но, чтобы вам проще понимать, я вам сейчас буду чертить и показывать. Вот смотрите, что происходит с вами, ну вообще с человеком. Вот наш корковый мозг, вот эта нейронная дорожка, про которую я вам говорил. По этой дорожке ходит информация, вот она крутит целый день. Дело в том, что наш мозг тренируется примерно 21 день. За 21 день у человека формируется новая нейронная дорожка. То есть, если постоянно, каждый день думать об одном и том же, то она, человек, вот поэтому и попадает в такие ситуации, ну то есть, в ловушки такие. Потому что обычно люди вообще в принципе своем практически этого не знают. И получается, они туда попадают неосознанно, как попали и вы. И в свое время попал я. То есть, при каких-то обстоятельствах стрессовых, там неприятных и так далее, происходит непроизвольное, неосознанное его программирование. То есть, если вы думаете, вот что-то случилось, там нерешенный какой-то вопрос, вы думаете каждый день про это, про это думаете, то через 21 день мозг уже будет думать сам. За вас. Вам уже не надо будет думать. Он записывает эту программу и начинает ее гонять по кругу. Без вашего участия. Еще что, наш мозг, он не понимает, что плохое, что хорошее. Как вы принимаете ситуацию, так, точно так он ее и запоминает. Записывает и запоминает. Если вот, например, вы пугаетесь, там, ну, вышли собак, вы испугались, там, идете дальше, там, раз резко человек вынурнул там из-за угла, вы снова испугались. Вы неосознанно вот этим своим испугом, вы, вот этот рептилоидный мозг, вы приучаете его так реагировать. и через какое-то время он на любую ситуацию будет уже сам так реагировать. То есть все время будет пугаться, 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 пугаться. А вот этот мозг, корковый вот этот мозг, вот так, чеще, Макс, ну-ка выключи. Чеще. Так вот, вот этот корковый мозг, он тренируется установками, то есть мышлением. Рептилоидный мозг тренируется поведением. То есть, как бы, получается здесь, получается тренировка вот этих двух частей мозга. Как объясняю, что с вами, вот, с вами произошло, вы попали в это колечко, как выходить с этого колечка. Выходить с этого колечка, вы смотрите, что происходит. Когда, вот, я вам буду рассказывать, объяснять, вы начнете его тренировать. вы начнете тренировать этот мозг, корковый вот эти, и менять вот эти нейронные связи, эту нейронную связь. ну, что произойдет, я просто вам покажу на выходе. На выходе, вот, вы будете катать вот эту новую нейронную дорожку, будете ее катать, катать, она будет у вас становиться все лучше и лучше, а вот эта старая нейронная дорожка, она будет постепенно, постепенно затираться, постепенно. но, это не будет вот так происходить, как он нарисовал ровно, будет происходить вот так. Вот наш мозг, корковый. Вот. Вот это. То есть, это старая, вот, эта нейронная ваша связь. Вот это новая нейронная связь. Вот, как оно происходит. Вы начинаете тренировать, у вас что-то получается, потом вас скидывает назад на эту дорожку, вы идете какое-то время по ней, а потом снова выходите, потом вас снова скидывает. То есть, оно получается вот так, зигзагообразно. Но постепенно, со временем, чем лучше, больше вы тренируетесь, у вас будут становиться лучше ваши навыки. Соответственно, вот эти прохождения будут увеличиваться. То есть, вы будете идти уже по новой своей дорожке, уже время вот этого будет увеличиваться. То есть, расстояние потом снова скинет. И постепенно, постепенно, тренировками у вас будут лучше и лучше получаться. И у вас эти проходы будут становиться все больше и больше, больше, больше. И в конце концов, мы придем к тому, что все, вы откатаете вот эту нейронную дорожку. Старая дорожка, когда она становится уже не нужна, мозг ее убирает. Убирает. То есть, она затирается, и потом, в конце концов, она рассыпается. Она рассыпается, мозг ее убирает. Вот это то, что будет на выходе. Так. Когда вы, я вам буду рассказывать, и вы будете понимать, что с вами происходит, и как это тренировать, у вас будет уровень страха, то есть, вот этой тревожности будут понижаться. Постепенно. Потому что, вы будете осознавать, что и как делать. И будете понимать, особенно, когда вы увидите первые результаты, они будут минимальные, но я вас научу, каких, находить вот эти маленькие свои успехи, вы начнете потихоньку, у вас начнется вырабатываться такая вот уверенность постепенно, она такая будет маленькая, робкая, но вы начнете понимать, что вот это и есть выход с этой ситуации. Следующее. Здесь очень важна вера. Если вы в это не верите, в это не верите, будут и такие. Тот, кто будет смотреть мой ролик, будут говорить, а ерунда, это все я пробовал, там, и так далее. То есть, это все чушь, ничего не получится. Это неправда. Я вас понимаю, потому что специалисты очень разные есть в конъюнктивной терапии. То есть, так называемые специалисты, профессионалы своего дела. И дальше на каких-то этапах у вас просто что-то не получилось, и вы разочаровались в этом, и перестали дальше заниматься. Но дело в том, что я вам объясню, там даются упражнения, и методом подбора ты подбираешь упражнения, если оно тебе не подходит, ты его удаляешь, начинаешь делать другое. Все происходит методом подбора, но какой-то из методов обязательно будет на вас влиять, это ваш метод будет. у каждого одному один будет помогать, другому другой будет метод помогать. Здесь такое, там, да, моменты есть вот этого подбора, поэтому многие, это мой специалист, говорил, мой учитель под кондиционной терапии, что некоторые люди начинали, но потом бросали из-за того, что не верили в это. Вот. Так, что еще вам скажу? Еще что я хочу сказать тем, кто в это не верит. Я тоже как бы начинал вера была слабая, я вас просто прошу, прошу три недели уделить хотя бы одному упражнению, которое я буду давать. Три недели. Вы небольшие, но вы увидите результаты, они будут. Они будут небольшие, но они будут. Это вам даст веру, что именно конъютивка помогает в выходе с этой ситуацией. Сама по себе это наука, это наука стрессоустойчивости, это наука мышления. И она объясняет, как работает мозг, какие процессы происходят в мозгу и как тренировать мозг. Мозг можно натренировать полностью, абсолютно. Это я вам говорю, потому что я через это прошел и я это сделал. Поверьте, находился в очень сложной ситуации. Было все полностью букеты, которые я смотрел есть Дмитрий, он тоже 10 лет находился, он рассказывает, я повторяться не буду, какие там и сломы, дергания и так далее. Еще в чем разница, почему у вас происходит тревожного человека, когда идет уже повышенная тревога, начинаются конъюнтивные искажения, то есть мозг получается видит вот это все через призму. Ну вот, например, есть такие люди, у них плохое зрение, они ходят в таких очках, и за очками так вот кажется очень большие у них глаза. Ну то есть если ты очки снимаешь, у них глаза обыкновенные. Вот примерно то же самое делает и мозг. Тревожный мозг он искажает, он все рисует в таких крупных масштабах, что все плохо, вот он вот так вот идет искажение. Дело в том, что наш мозг, наш мозг, когда вот он получает эту программу, которую вы делали неосознанно, дальше он начинает ее развивать сам. Он понимает, вы ему преподаете вот это опасности, вот эти там страхи, вот боитесь там начальника там и так далее, вот переживаете за то, за это. Мозг понимает, мы, ну я вам говорю, что ему без разницы над чем работать, как вы ему это преподносит, так он это и принимает, и потом он еще вам добавляет, то есть он над этим работает, ага, раз хозяин, вот, ну ему как бы нравятся вот эти страхи, значит ему надо найти эти страхи, почему и вот это все обрастает комом, потому что он уже тоже начинает вот это все искать, вот этот негатив собирать, вот он тоже над этим работает, вы его так запрограммировали работать, понимаете, человеческий мозг, вы просто в большинстве своей массе не знаете, это очень сложный организм, как-то там проходит очень сложный процесс, вообще-то он еще до конца не изучен, абсолютно, но резервы человеческого мозга и человеческого организма, они очень большие, очень большие, вот, так, что еще вам в этом ролике сказать по этому поводу, так вот, когда вы вот это тренируете, вот эти дорожки все развалятся, назад вы больше, в эту ситуацию, в которой вы были до этого, вы никогда не попадете, сейчас я объясню почему, вы начнете жить осознанно, понимая, как происходят процессы, и как работает мозг, вы просто не будете допускать эти ситуации, вы не будете, вы будете понимать, что, например, вот, как я сказал, мозг тренируется 21 день, если вы думаете 21 день об этом, каждый день, то дальше он думает сам, вы будете это понимать, вы больше не будете про плохое думать каждый день, понимаете, вы будете осознавать, ага, нет, я не буду думать, потому что попаду снова, все, вы будете решать задачи, понимая, как эти процессы проходят, вот, что еще вам сказать, процесс этот не быстрый, не ,